Много больных с коронавирусом, немало и тех, у кого его не выявили. Однако компьютерная томография показала – есть пневмония. Число таких пациентов увеличивается с каждым днём. Недавно в профильном министерстве говорили о таких статистических данных. Если за весь прошлый год было зарегистрировано чуть более 12 тысяч случаев пневмонии, то за шесть месяцев этого года уже около 9 тысяч. Сегодня цифры уточнил на брифинге глава Минздрава Собиржан Абдикаримов. С марта 2020 года по республике пневмония, то есть не уточнённой этиологией, или она называется внебольничной пневмонией. Всего в организацию поступило 1145 человек. Из них выписаны выздоровлением 564. 54 умерли. Находящиеся в данное время находятся 525 больной. Из них Бишкека – 408 и 117 по республике. Смерть, как уже говорил, сейчас находится в зарегистрировании на Бишкеке – 48 случаев, а по республике – 16 случаев. Много и тех, кого в больницу положили не сразу, ждали результаты ПЦР-анализа. Истории в таких случаях похожи друг на друга. Поднялась температура, сбить её не удавалось. Несколько дней назад сдали тест на COVID-19 и до сих пор ждут результатов. Так было и с отцом Мирбека Джамангулова, которого недавно госпитализировали в больнице города Кант. 24 июня у нас взяли анализ на ПЦР, на COVID. 24, 25, 26 состояние становилось всё хуже и хуже. Температуру невозможно было сбить. В итоге я его повёз на рентген, чтобы снять лёгкие. Со снимком мы поехали к фтизиатру. Фтизиатр сразу сказал, что у него двухсторонняя пневмония. В тот день нам у нас не получилось положить его в больницу, так как нас просто не приняли. Так на Кене было мест в Канте тоже, в Кемине тоже сказали нет места. Предложили подождать сутки, день. И на следующий день нас госпитализировали. Анализ ПЦР опаздывает. До сих пор нету результатов. Сегодня 29-е. 27 июня от двухсторонней пневмонии скончался Олег Запольский. Главе службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД было всего 38 лет. Лечился он дома. Такой же диагноз поставили режиссёру Бакыту Карагулову, который несколько дней назад ушёл из жизни на 70-м году. Он лёг в больницу с кашлем и температурой. Однако тест на коронавирус был отрицательным. Некоторые пациенты умирают, не дождавшись помощи. Минздрав проводит служебную проверку по факту смерти пациента на пороге больницы. Его брат разместил видео в сети, в котором рассказал, что на протяжении четырёх дней мужчину возили по больницам. Температура не спадала. Врачи отказывали в госпитализации. Анализ на коронавирус был отрицательным. Из-за того, что четыре дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат, родной, умер. До сих пор мы в машине находимся. Никто не приезжает, никто не смотрит. Если сами медики не раз говорили, что мест в больнице нет, то в правительстве в этом случае всё отрицали. Ссылались на определённый алгоритм, который врачам нужно строго соблюдать. Коронавирус так дал, что нет. Прогнозы специалистов и наша своевременная работа позволили, нам подготовиться. Хочу сразу сказать, что на сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Ажиотаж с нехваткой мест связан прежде всего с паническим настроением отдельных граждан. Невозможно всех положить в больнице. Есть прописанный алгоритм, которому строго следуют врачи. Тем, кому прописано домашнее лечение, должны строго соблюдать прописанный режим. За ними будут наблюдать участковые врачи. Сегодня Минздрав выпустил разнарядку. Теперь врачи должны госпитализировать пациентов с пневмонией и с симптомами ОРВИ. Ранее был необходим положительный анализ на COVID-19. В Минздраве говорят, что отрицательный результат на вирус не доказывает то, что его в организме человека нет. ПЦР-анализ берут из носоглотки. А тем временем клетки коронавируса могли уже спуститься гораздо ниже. Госпитализировать больного или оставить дома? Показания для госпитализации. Это первые клинические показания. Госпитализация подлежит лица с тяжелым течением. Это одышка в покое. Частота дыхания более 30. И, значит, сатурация менее 90. Второе. Лица со средним течением. Одышка при нагрузке. Частота дыхания менее 30. И сатурация менее 93%. Третье. Это лица с легким течением. Одышка нет. Частота дыхания менее 20. Сатурация более 95%. Только при наличии одного или более факторов риска. Это возраст старца 60 лет. Наличие сахарного диабета. Наличие хронической заболевания сердечно-сосудистой системы. Легких и почек. Могут госпитализировать также тех граждан, кому негде изолироваться от своих близких. Например, нет отдельной комнаты. Также, как добавил министр здравоохранения, положить в больницу могут и тех, у кого есть хронические заболевания легких и сердца. Тех, с кем проживают дети младше 5 лет, пожилые старше 65 лет, беременны. В 10 больницах увеличили и количество мест для больных с пневмонией. В Национальном центре в Тезиатрии и Железнодорожной больнице, в Национальном госпитале и Центре урологии, в Институте курортологии, в городской клинической больнице, в Национальном хирургическом центре, также в обсервации МАНАСС и гостинице Аккеми. У нас в больнице было развернуто 30 койек для лечения больных с пневмонией, у которых имеется подозрение на коронавирусную инфекцию. С 29 мая по сегодняшний день на час дня мы пролечили 121 пациента. Из этих 121 пациентов у нас на сегодняшний момент лежат 43 пациента. Учитывая ситуацию, мы койки развернули больше. Мы работаем в казарме на карантинном положении. В нашей команде работает 27 человек. Каждые 15 суток основная масса сотрудников меняется. После 15 дней работы они уходят на изоляцию. Вот заходит вторая команда. На сегодняшний день у нас уже работает третья команда. Если прежде, как писали медики, коронавирус в основном поражал пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями, то эта типичная пневмония теперь вызывает летальные исходы даже у молодых и здоровых. Тому свидетельство смерть Запольского, которому было всего 38. От пневмонии сегодня скончался и 37-летний оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Ленинского района Бишкека Бердибай Элакунов. Это видео он снял буквально вчера лежа на больничной койке. Он тяжело дышит с помощью кислородного концентратора. Это страшно. Страшная болезнь. Так что, войдя была в Москве и авто национальные госпитали. Мы выняли толкать тяну. А вы валяете еще. Хроничат. Скорый варь 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 пошел. В городе страшно. Отметим, с недавних пор анализы на COVID-19 исследуют не только при помощи ПЦР-тестов. В референс лаборатории при Национальном центре фтизиатрии установили два аппарата GenExpert. Результаты точные. И для исследования анализов восьми человек необходимо времени всего один час. Анастасия Зоболева, Ирлан Кемельбеков, НТС. Меж тем, Минздрав сегодня утром представил очередные данные по коронавирусу за сутки. Выявлены еще 269 новых инфицированных. Половина из них в Бишкеке. Плюс 138 случаев. За сутки умерли от осложнений, вызванных вирусом еще три пациента. 56-летняя женщина в Республиканской клинической больнице. В Оржской городской больнице 67-летний мужчина. И в клинике Оржского госуниверситета 61-летний мужчина. У всех троих, как сообщил Нурбулат Усимбаев, были сопутствующие хронические заболевания. Сопутствующая патология. Это коронарная болезнь сердца, кардиосклероз, анемия тяжелой степени, язвенная болезнь желудка, хронический холецистит. Также этот больной из-за анамнеза установлено, что болел с 19 числа. Амбулаторно получал антибиотики. Но, несмотря на это, температура не снижалась, сдал анализы ПЦР-теста. Результат был положительным и поэтому был госпитализирован. Но в стационаре состояние не улучшалось. Наступил прогресс заболевания, прогрессировало в тяжелую сторону. И несмотря на все наши усилия, наших медицинских работников, этот больной тоже скончался. Минздрав наконец-то изменил алгоритм действий по приему больных с пневмонией. Их количество стремительно растет. Больных, как заверил Нурбулат Усимбаев, начали госпитализировать теперь независимо от того, сдали они анализы на COVID или нет. Сейчас в реанимации с пневмонией лежат 26 человек, 88 человек в тяжелом состоянии. Отметим это по официальным данным Минздрава на утро сегодняшнего дня. В соцсетях же пишут, что эта цифра гораздо больше. Также сообщается о росте количества летальных исходов от пневмонии. Об этом Усимбаев на брифинге не сказал, отметив лишь, что запускать болезнь ни в коем случае нельзя. При появлении симптомов сразу же обращаться в Центре семейной медицины и начинать лечение. Сказал замглавы Минздрава и о том, что центр в тезиатрии теперь станет фильтрационным, где будут определять, у кого просто пневмония, а у кого она развилась на фоне коронавирусной инфекции. На сегодня Министерство здравоохранения изменило алгоритмы действий при таком стечении обстоятельств. На сегодня все специалисты первичного уровня получили клинические руководства для того, чтобы обеспечить прием, консультацию больных на месте, потому что наряду с бессимптомными формами под медицинским наблюдением сегодня будут находиться и больные с легкими проявлениями пневмонии или же респираторного заболевания. Поэтому Министерство здравоохранения еще раз обращается к нашим гражданам. При повышении температуры или при первых признаках какого-либо острого респираторного заболевания необходимо звонить в Центр семейной медицины, в группы семейных врачей, где вы приписаны, и получить консультативную помощь, и надо уже начинать лечение, потому что очень много людей в ожидательном таком состоянии запускают заболевание, развивается пневмония и с разными осложнениями они поступают на больницу. Поэтому если температура уже выше 38, это уже надо принимать уже меры, звонить медицинским работникам и получать соответствующее уже лечение. И если же все-таки признаки пневмонии и есть признаки дыхательной недостаточности, на сегодня алгоритмы сделаны таким образом, что без соответствующих результатов ПЦР всех больных мы принимаем на лечение, и там уже в стационаре мы будем решать вопросы лабораторного подтверждения и дальнейшего тестирования. «Хочу призвать вас, врачей, медсестер, лаборантов, послужить опорой государству». Это видеообращение практикующего врача с призывом о помощи тут же разлетелось по соцсети. Граждане оставляют комментарии, репостят публикацию под хэштегом «Бишкек нуждается в медиках». Да еще и столичные власти обратились к неравнодушным горожанам, ординаторам, интернам, медикам и вирусологам с призывом о помощи. В настоящий момент уже отобрано около 50 волонтеров, которые, пройдя дополнительные обучения, будут работать в колл-центрах, мобильных бригадах, в лабораториях и центрах семейной медицины. «Именно нам медицинский же персонал требуется. Звонили очень много людей, которые без медицинского образования, но хотели помочь, но нам они пока не подходят. Если вдруг нам нужно будет, мы их тоже привлечем. А сейчас где-то больше 50 человек уже именно с медицинским образованием». Ситуация не плачевная, но тяжелая. Власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране. Растет количество из-за возных и контактных случаев внутри Кыргызстана. Тем временем врачи советуют жителям не заниматься самолечением при появлении первых симптомов ковида. Как утверждают врачи, некоторые люди начали употреблять гормоны, антибиотики, антигриппозы, противовирусный орбидол, которые прописаны в протоколе соседних стран, в частности России и Казахстана, на основе амбулаторного уровня. А в протоколе нашей республики этих препаратов нет. «Нельзя применять орбидол, нельзя применять эргофероны, интерфероны, полиоксидоний, всякий амизон-амизончик, набазит. Эти препараты эффективность свою не доказали, поэтому не надо на них тратить деньги. Лучше хорошо питаться и в достаточном объеме жидкости пить. И второе, нельзя использовать дексаметазон. Все обосновывают, что дексаметазон, вот там в Британии изучают, он может назначаться только в крайне тяжелом состоянии, его в реанимации. Врачи сами знают, когда назначить». Выше перечисленные препараты не используются для профилактики в Кыргызстане. Они могут ухудшить картину течения вирусного заболевания, говорят врачи. Страна рассчитывает на помощь извне. Эксперт по доказательной медицине Бермет Барктовасова заявила, что врачам нужна волонтерская помощь. В стране не хватает реаниматологов, пульмонологов и инфекционистов. Барктовасова также рассказала и о специалистах из Польши и Китая, которые должны были помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медики приезжали оказать волонтерскую помощь. «На самом деле местные медработники были разочарованы, были не удовлетворены той помощью, которую оказали коллеги. На сегодня складывается ситуация, что система здравоохранения не должна и не может отказываться от правильной волонтерской международной помощи, если она будет предложена». Эксперты полагают, что нужно просить медицинскую общественность, чтобы на контрактной основе волонтеры приходили работать к нам в больнице. В рамках борьбы с коронавирусом, напомню, что власти на прошлой неделе решили направить на помощь врачам преподаватели медицинских вузов и клинических ординаторов. 18 марта текущего года в Кыргызской государственной медицинской академии был создан внутренний штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Свыше 400 ординаторов были стянуты на помощь врачам. В связи с ростом числа зараженных из числа профессорского, преподавательского состава, также клинических ординаторов, были подготовлены около полутора тысяч специалистов. Также студенты медико-профилактического факультета по своему желанию привлекаются на работу. 27 июня власти заговорили о том, что в Бишкеке необходимо ускорить мобилизацию частных лабораторий, служб скорой помощи и больниц. Тогда же глава Кабмина Кубатбек Буронов поручил министру здравоохранения Саберджиану Абдикаримову продолжать работу по освобождению и подготовке дополнительных койко-мест в частных больницах. Кубат Хуан Шпекулу, Александр Симонов, НТС. Президент подписал поправки в закон о статусе медицинского работника. В документе предусматриваются гарантии и компенсации работникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, в том числе и в случаях введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Согласно одной из поправок в условиях ЧП или ЧС, медучреждение обязано организовать транспортную доставку медработников от места проживания до места их работы и обратно, обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты и надлежащими условиями труда. Выплата денежной компенсации врачам и медсестрам, работающим в условиях кризисной ситуации, должна быть не ниже четырех окладов по занимаемой должности. Медицинским работникам, исполняющим свои профессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, устанавливается режим тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда. А также выплачиваются компенсации, определяемые правительством, но они должны быть не ниже десяти окладов по занимаемой должности. В случае смерти врача вследствие заболевания, его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего. А если медработник после заболевания не может дальше работать, то ему государство обязано выплатить также единовременное денежное пособие. Реакция 3.0. В Бишкеке сегодня под таким названием прошла гражданская акция за свободу слова. Ее участники прошлись маршем от памятника Фрунзе по бульвару Иркиндык к Белому дому. По разным данным в акции приняли участие около полутора тысяч человек. Митингующий требует от Гульшата Сылбаевой отозвать скандальный законопроект о манипулировании информации, который, напомним, был принят Джогурку Кенешем на прошлой неделе. А президента страны участники акции призывают наложить вето на закон, который, как они считают, является антинародным и направлен на уничтожение свободы слова. Протестующие подписали обращение к президенту, а также оставили подписи под заявлением в ГКНБ и прокуратуру, чтобы эти органы признали закон о Сылбаевой нелегитимным. Напомним, как заявили медиаэксперты, документ был принят с нарушением регламента. В момент голосования в зале пленарки не было кворума. Согласно законопроекту, отметим, если он будет подписан президентом, то Минкульт без решения суда может заблокировать работу любого веб-портала, если посчитают, что опубликованная в нем информация имеет признаки ложных или недостоверных сведений. Сама Сылбаева считает, что это поможет бороться с фейками в интернете. Противники же считают, что законопроект инициирован в угоду отдельных политических сил в преддверии парламентских выборов. Меж тем, Джогурху Кенеш завтра намерен собраться на свое внеочередное заседание. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы парламента. Ожидается, что завтра новые члены Кабмина принесут присягу перед депутатами. Ожидается, что завтра в заседании примет участие и президент страны. Как сообщила пресс-секретарь главы государства Толгунай Стамалиева, в эти дни Сурамбай Джиенбеков для минимизации контактов продолжает работу в удаленном режиме в госрезиденции Аларча. Ранее два его теста на COVID показали отрицательный результат. Отметим по последним данным, в аппарате главы государства уже у 17 сотрудников подтвержден коронавирус, в их числе и руководитель аппарата, и советники. В аппарате правительства вирус подтвердился у 26 сотрудников. Пользователи соцсетей требуют от столичной милиции задержать и привлечь к ответственности мужчину, который пнул женщину в новостройке Аделет. Видео, напомним, появилось в интернете в минувшую субботу. На кадрах видно, как на окраине новостройки подрались несколько мужчин. Женщина просит прекратить потасовку, и один из нападавших ударил ее по лицу, а когда та упала, пнул ее по голове. Женщина потом была госпитализирована в больницу, она написала заявление. Милиция отмечает, что по факту начато досудебное производство в отношении сбивших мать и ее сына. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По их результатам будет принято решение о задержании подозреваемых. По предварительной версии следствия, драка между мужчинами возникла из-за конфликта по поводу земельного участка. Помог не только старику вернуться к семье, но и сделал подарки бишкекскому дому престарелых, где он проживал. В истории с 81-летним Дангой Битаевым есть счастливое продолжение. Телеведущая Асоль Молдакматова сообщает, что от имени главы Чеченской республики Рамзана Кадырова купила дому престарелых подарки и передала деньги. Машина, минивэн на 8 мест, 10 новых холодильников, 3 телевизора, пылесос, стиральную машину, различные предметы мебели, одежду, обувь и аптечки. Как отмечается, Рамзан Кадыров перевел на счет телеведущей 30 тысяч долларов, чтобы она на свое усмотрение приобрела необходимые вещи и передала жителям дома престарелых. Отдельное денежное поощрение глава Чечни пожелал сделать для Розы Акбулатовой, которая ухаживала за Дангой Битаевым. Ей от имени Кадырова Асоль Молдакматова передала 50 тысяч сомов, плазменный телевизор. Еще 50 тысяч сомов вручила директору дома престарелых, очерек Алышевой. Напомним, несколько недель назад Асоль Молдакматова опубликовала в интернете свой репортаж из дома престарелых. Одним из героев ее сюжета был пожилой мужчина чеченской национальности Данга Битаев. Этот материал в Чечне вскоре показали Рамзану Кадырову и глава республики через несколько дней выслал отдельный самолет, на котором Битаев спустя многие годы вернулся к себе на родину и воссоединился с семьей. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова